крутился крутился я все-таки решил разъемы форсунок снять ну и показать как это делается вот они сами разъемы а тут у них есть еще вот основной большой разъем не знаю было видно или нет постарался постарался все показать так еще у нас тут все в кучу непонятно не понятно это у нас это у нас связи с газовым оборудованием видите они тут все все эти перемотали отсоединить то его отсоединил но вытащить не могу из-за того что газовое оборудование потому что сейчас если каждый провод начну отсоединять помечать это куча времени уйдет моя задача не ремонт газового оборудования поэтому вот он сам разъем разъединенный во вторая половина вот она провода пусть здесь лежат а вот на машине без газа просто инжекторный этот этот разъем для этого сделал чтобы убирать эти провода ну ладно будем продолжать снимать пускной коллектор вот еще усугубляет откручивать эти болты в эти вот шланги которые идут газовому оборудованию это охлаждающая жидкость для подогревающие данном случае обязательно все все гайки все шпильки которые держат спускной коллектор обязательно их надо сбрызнуть в дешкой тогда значительно легче откручиваются болты пошла открутить руки вот она шпилька вылезла шайбочку там не потерять вот она где какая длинная всего пока складываю вот сюда потом пускной коллектор все завернуло место ну и самый противный самый дальний остался и уже его сорвал кстати не попросил все таки как я не хотел вот этот шланг откручивать это шланг охлаждения вот один у меня уже откручен видите от дроссельной заслонки а вот этот который идет в другую трубку не хотел откручивать но так как он не мешать будет снимать впускной коллектор придется все-таки мне его открутить такие дополнительные сложности с газовым оборудованием возникают снимаем виде тут такой переходничок сделан снимаем этот шланг все мне можно даже откидывать сторонку ведь она тоже откручу чтоб этот шланг сторонку откинуть не трогая газовое оборудование так так и вообще его снять по ходу вот так вот совсем снял нафиг здесь не нужен ну вот шланги убрал я видите один сюда один вообще отвернул и тут поприятнее стало немножко крутить так сказать даже от руки идет ладно когда отверну включусь отворачиваю последние гайки и это вы понимаете до последнего это гайка до последнего идет с ключом не рукой вот подлезть сюда головкой неудобно и вот приходится вот так вот в час по чайной ложке ну почему все так происходит наш он автомобилен открутил я кронштейн который держит трубки топливной рампы пускную выпускную вот он кронштейн убираем и еще две гайки то есть 5 гаек которые держат выпускной коллектор половинку еще две гайки то есть 7 гаек нужно открутить чтоб снять половинку выпускного коллектора когда все с коллектора снята опять же обязательно польем эти шпильки хорошо выходили гайки откручиваю последнюю гайку вот которая держит спускной коллектор ну и сейчас скорее всего будем снимать сам коллектор посмотрим как он прикипел не прикипел так вот он шевелится смотрим руки были свободны вот это вот защитная фигня утепляющая ну вот коллектор как видите снят прокладка здесь естественно все коллектор сторонку продолжаем дальше разбор да забыл сказать что на каждую шпильку наживлю гаечки чтобы опять же не не потерялись кроме вот этой это у нас потерялась не потерялась а выкрутилась сама шпилька вот она она вот она это с ней придется еще разбираться открутить гайку потом отдельно закрутить шпильку на герметик или на что и опять прикрутить все не стал я в долгий ящик откладывать просто зажал в тисках эту шпильку открутил гайку и шпильку кручу на место там уже при сборке уже буду думать не нужен тут скорее всего герметик никакой единственное что надо хорошо затянуть нужно отвернуть обязательно вот этот кронштейн который половинку коллектора поддерживает вот они два болтика 1 2 тоже на 13 и естественно тут сверху удобнее отвернуть вот эти вот два кронштейна с этой стороны с этой которые поддерживают нижнюю часть коллектора ну и придется откручивать еще вот этот вот типа кожуха это туда она будет залазить кстати говоря очень неудобно тут самом конце у десет гайка на длинную такую надставуш буду делать постарай включится открываем гайки не подлазит толстый ключ здесь придется головку брать а так легко вот таким вот воротком небольшим сантиметров 15 длины все отворачиваем тут уже можно вручную все удобно кронштейн тут еще и третий болт оказывается надо же хотел сказать откручен да нифига не откручен так третий болт сорвали все кронштейн снят сторонку его отворачиваем с левой стороны по ходу двигателя движения ключ на 17 это я сорвал и правой стороны как я там ключ на 13 заранее естественно побрызгаем гаечки которые держат выпускной коллектор вот пока я тут вожусь они платки сают посмотрите я открутил здесь открутил это поддерживает коллектор и с этой стороны открутил вот снять то их не могу потому что там внизу надо крутить сейчас пойдем вниз вот с правой стороны которые можно как я буду скручивать минут сначала придется выпускной коллектор снять вот эту трубу нам не мешать будет а вот тут вот с левой стороны вот все в грязи ну наверно сниму сначала я выпускной коллектор выпускной коллектор вот этот вот вот этот болт открутить надо и там наверху еще раз два три четыре шесть восемь болтов надо открутить сейчас побрызгаю их естественно как брызгаем один один так второй здесь вот третий сейчас оба четвертый так и там он вдалеке но снимать не буду здесь вот чтобы открутить этот кронштейн который мне мешает да его сначала очистить от грязи всегда не хватает третьей руки первую попробую открутить эти подпружиненные два болта выпускной трубы дальше откручивать желательно головкой шестигранной не двенадцатигранной шестигранной вот такой вот как у меня потому что двенадцатигранной вот в таких местах можно сорвать головку болта и чтобы жестко было то есть без всяких карданов желательно но если не получается придется кардан конечно видите один из нюансов с этой стороны болт с головкой на 13 миллиметров шестигранник с этой на 14 но уже кто-то закрутил просто и поэтому приходится лишний раз бегать за ключом это как кто будет смотреть чтобы не расстраивались так бывает я здесь сам болт удлиненный шестигранник скрипом с визгом один болт открутил теперь от 2 что ты не светишь думал вручную пойдет не идет пошел все болты открутил тут я смотрю резьба слизана не знаю как назад буду закручивать вот эти два болта один уже заменены как говорится был вот сама сама выхлопная система теперь вот эти штаны надо будет там наверху отворачивать теперь нужно отвернуть с этой стороны болт гайку вернее и с этой стороны гайку держат сами штаны попробуем сейчас снизу может придется сверху ничего не пошла буду крутить внизу все таки наверно мне удобнее будет если есть возможность гайку которую вы откручиваете шпильку вот так вот пошоркать щеткой металлической чтобы с нее грязь сбить нужно это сделать ну естественно еще раз помазать как говорится не помажешь не поедешь ну вот как всегда подвох видите наверху где головка гайка а снизу тоже гайки ну то есть сорвано это место придется сейчас лезть двумя руками там держать чтобы открутить ну вот открутил я эту непонятно что такое шпилька или чё снимаю хомут а вот это место видите оно порванное почему-то оказалось поэтому здесь и было накручено куча гаек теперь мне надо будет открутить вот эти вот 1 2 и там еще внизу 2 с той стороны гайки но тут они заржавевшие не знаю как пойдут но должны пойти куда деваться настроил я вот такой вот ключ длиннющий то чтобы попасть туда скорее всего на камеру толком не будет видно но попробуем есть у меня вот такой шуруповерт вот видите вот тиме приспособился эти гайки сорвал большим ключом видали как четко все раз и открутил но это в помощь как бы рекомендую что шуруповертом можно это все еще делать все три открутил прям махом остался последний все штаны можно сказать я освободил сейчас положу вместо главное не торопиться на самом видите на штанах гайки не при не закисли потому что видимо температура большая расширение сужение так что там все сгорает вот и наши штаны так сказать вот они попробуем их снять вниз опустил по шпилькам вот они пошли вот они пожалуйста положим их сюда не чтобы нам не мешали а у нас вот такой вот вид открылся видите нам еще помешает снимать вот этот вот кронштейн сейчас мы его 2 2 гайки отвернем ну а гайки которые сейчас дернул чтобы прокладка как бы не улетела и сами гайки на место как всегда на место как говорила моя дочь ма место на собаку отворачиваем вот эту гаечку большим воротком как пойдет не знаю сорвал я все прекрасно видите болтается кронштейн не знаю от руки не от руки не идет откручу щас быстрее все последний болтик и кронштейн будет снят опа уже он мне мешает все выключу камеру ну и все вот мы стремились к этому болту потому что его закрывал кронштейн кронштейн снят все сейчас я снимаю вот этот кронштейн ну и там вот внизу вот если видно гаечки откручиваю снимаю выпускной и впускной коллектор и вот этот кронштейн тоже видит грязи полно посвечу опа вот она вот такие дела болтик очистил теперь мне его надо сорвать легко идет без всякого срыва прям может от руки скорее всего пойдет так немножко ослабил сейчас я его оп действительно идет от руки все отлично отлично вот можно и снимать кронштейн вот он вот он наш кронштейн которым мы добирались с правой стороны теперь то же самое нужно сделать с левой стороны вот с кронштейном а эту этот болт завернем на место чтоб не потерялся левый кронштейн по ходу движения держит гайка шестигранником на 19 но сейчас я откручу также сниму так гайку я открутил плохо видно вот она гайка внутренний диаметр наверно на 12 наружный шестикрайник на 19 и вот он кронштейн также легко слез левый кронштейн правый кронштейн вот левый видите он немножко длинней правый покороче все гаечку на место как всегда наживляем дальше работаем видите я подлез к гайке вот она гайка которая находится под выпускным а под коллектором и выше выпускного но если я их не кручу вот эти две штуки гайки я не сниму и впускной коллектор эти конструкцию тут то есть сверху конечно можно было подлезть но мне вот снизу виднее я поэтому снизу тут вот кручу мне немножко мешается фильтр топливный сейчас если руками крутить он будет проскальзывать а мой штатный съемник вот он видите какой он сюда не лезет поэтому что-то сейчас буду придумывать чтобы подлезть видите тут отрываю залежи грязи мало-мало чтобы подлезть к этому фильтру кручу не стал откручивать этот фильтр продолжаю крутить открутил я одну гайку вернее гайку со шпилькой вот она вот она видите какая теперь надо еще одну как минимум чтобы попытаться снять хотя бы впускной а вообще не надо вместе снимутся под забыл я уже маленько крутим следующую гайку здесь вот подряд буду крутить короче говоря а то здесь вот маленько неудобно так решила переместиться наверх потому что здесь открутил попробую сверху сейчас сверху вот это гайка хорошо уже отошла с правой стороны по ходу 10 как раз кронштейн вот они две гайки и нижний уже открутил сейчас вот эту откручу ну и попробую снять опа на 5 сюрприз гайка гайка скорее всего на 14 дайка не 14 оказался казалось что она не закручена поэтому когда поставил на нее головку она легко туда-сюда болталась открутилась или не докрутили не знаю до меня еще перед этим был ремонт этого автомобиля вот смотрите зараза вот это последнее надеюсь чтобы одна из последних гаек не могу ее сдернуть и все для вот этого про ушами который поднимать двигатель ладно как говорится против лома нет приема взял по длине ключ плечо подлиннее все сорвал должно крутится еще раз прям легко идет вот смотрите идет вместе со шпилькой там две гайки и 2 он крутится круче выворачивается шпилька как всегда у нас тут вот так вот она у меня вывернулась видите вот так вот все откручиваю я последнюю гайку у меня уже видите и выпускной и впускной коллектор вот они и этот и этот уже шевелится потому что потому что все откручена но я показываю видите внизу очень удобная гайка поэтому снимать а не будущем как я откручиваю откручу и потом сверху начну снимать выпускные потом вернее впускного потом выпускной Покажу обязательно Вот так вот кручу Шпилька длинная Почему-то из-под коллектора Стала капать тасон Не знаю, что это такое Посмотрим, открутим Опа Вот, не дождавшись Открутить гайку Пытаюсь снять Выпускной коллектор Вот он, сверху я его снял Гайка еще на месте Вот он, сам коллектор Видите, какой Красавчик Вот здесь все-таки, видите Какие-то сделаны Тасол Тасол, то есть Какие-то каналы Почему, что за каналы Раньше я разбирал, не видел этого Ну, может быть Может быть, кто-то подскажет Вот он Вторая часть, нижняя часть Впускного коллектора На инжекторной ВАЗ-2110 А мы тем временем Откручиваем, продолжаем Вот эту гайку А от руки-то она плохо идет Смотрите, что я делаю Раз Раз Сейчас я ее откручу И у меня Выпускной коллектор Спрыгнет Сам Вручную еще не хочет До последнего До последнего Пробуем Опа Вот он Вот он и выпускный коллектор Собственной персоной Что-то уронил Что-то уронил где-то Что не знаю Шайбочку Наверное, какую-то Все Тоже в сторонку Вот и открывается у нас Вот такой вот красивый вид Что нам осталось? Осталось снять Вот этот вот шланг Снять Вентиляции картерных газов Осталось Снять кожух Чтобы снять кожух Нужно снять Шкив Который крутит генератор Шкив коленвала Вот Ну и Снять Естественно Крышку клапанов Снять распредвал И открутить Саму головку А еще Снять Вот этот Как сказать Распределитель Охлаждающей жидкости Вместе С термостатом Все И головку Можно уже будет снимать Я думаю Сейчас мы Этим займемся Приступим К отворачиванию шкива Для того, чтобы Дальше нам Разбирать головку Для этого Нужно Открутить колесо Вот это И Перед тем Как его откручивать Поддомкратить Но перед Самым началом Откручивания Я должен сорвать Вот эти четыре болта Потому что Когда я подниму колесо Я их начну срывать Колесо начнет крутиться Уголовка на 19 И воротком 40 сантиметровым Отворачиваем Футерные болты Верение отворачиваем А срываем Три болта Так хорошо А четвертый Пошел Ладно Теперь Домкратим Автомобиль Там конечно Живого места Нету Как есть Ищем площадку Более-менее Подходящую Домкратом Все это подпираем Поехали Поднимаем До тех пор Пока не оторвется колесо Иначе мы его просто Не снимем Этот откатник положил Под другое колесо Да Забыл сказать Для страховки Вот сюда Вот надо будет Что-то подставить Обязательно Ну чурку Например У меня есть вот такие Специальные чурочки Для этих дел Видите Она немножко Маловатая Ну я сейчас найду Например Вот эту вот Подставку Вот Показывает Что нужно Приподнять Еще Сантиметра на три Сейчас мы это дело Организуем Может произойти Авария Видите Домкрат Немножко Наклонился Это не есть Хорошо Если вдруг Машина пойдет На свое Как говорится Место Под лонжерон Я пытаюсь Подложить Эту чурку Не хватает Уже высоты Домкрата Пришлось Изменить Высоту И придумывать Что-то потоньше Иначе Беды Не избежать Так Немножко Приопускаем Уже Кручок 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 Установлено Сейчас я Колесо Откручу Казом вниз Спущусь Покажу Как она держит Вот так Вот так Колесо Снимаем И тоже Кладем Под автомобиль Во-первых Она Мешать не будет Все Болты Вот эти болты Вовнутрь Вот так вот Так Ну и до конца Упираем До конца Упираем Чурочку То есть Чтобы Эта чурка Заменила Как бы Опорное колесо Все Нужно посмотреть Видите Зазоров нет Чурка стоит Машина Держится крепко Ну и домкрат Я не убираю Вот Наша задача Теперь Что сделать Во-первых Убраться Вот здесь Сейчас Не нравится Мне вблизи Работать С машины Попадал Снять Кожух Снять Вот этот Кожух Добраться До Шкива И открутить Его Снизу Залез Посмотрел Вот этот Кожух Держится На одном Вот этом Болтике Болт На 8 Сейчас Мы его Открутим Даже не болт А саморез С шестигранником На 8 Опа Все 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 это дело Убрали Саморез Постараюсь На место Чтобы он Не потерялся Так Ну и Что мы тут Видим Видим Мы здесь Шкив Чтобы шкив Снять Надо Снять Ремень Чтобы Снять Ремень Нужно Ослабить Генератор Сейчас Этим Займемся Ослабляем Ремень Генератора Здесь На генераторе Если Вот так С капота Посмотреть Тут все Разобрано Есть Натяжной Болт На генераторе Вот он Ключ Здесь На 10 Ключом На 10 Начинаем Отворачивать Его Этот болт По мере Отворачивания Генератор Он Видите Начинает Уже Шевелиться Нам нужно Отвернуть До тех По Пока Пока У нас Не ослабится Ремень То Пока Мы Не Сможем Снять Со Шкива Генератора И Со Шкива Коленвала В Десятках Этот Ремень Он Один Единственный Теперь Можно Монтаж Даже Так Смотрите Монтаж Раз И Ремень Наш Ремень Ремень Наш Вот он Неудобно Снимать И Вот он Видно Что он Ослаб Но это Мало Надо Еще Крутить Волт Откручен Но генератор Не идет Туда Почему А потому Что Он Затянут Вот здесь Вот Здесь Гайка И Там Внизу Сейчас Начало Внизу Открутим Потому Что Она Более Так Сказать Важная Вот Она Гаечка Вот Она Откручивается Ключом На 13 Отворачивается Достаточно Легко Не Заржавело Ничего Генератор Пошел Можно Было Еще Наверху Открутить Сейчас Пойдем Наверх Вот Смотрите Видите Как Уже Болтается Ремень То Его Можно Скорее Всего Скинуть Но Бортики Мешают Надо Быть Еще Открутить Болт На 10 И Там А Вот Здесь Ослабить Также Ключом На 13 Чтоб Легче Так Чтобы Легче Ходил Все Видите Уже Генератор В свободном Полете Как Говорит Одной Рукой Неудобно Сейчас Скину Ремень Чтобы Не пропустить Момент Скидывания Вот Видите Включил Камеру И Одной Рукой Уже Доскинул Дорога 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 Вот Сейчас Посмотрим С этой Стороны Вот Он Ремень Уже Болтается Не Болтается Вернее Скинутый Скидываем Скидываем Сам Ремешок Видите Немножко Порыпанный Но Еще Походит Тут Уже Как говорится Есть Деньги Меня Эти Нет Так Этот Еще Походит Хотя Он Уже Порыпанный Нужно Было Помешать Не Помешает Шкиф От ремня Свободен Теперь Мне Нужно Открутить Вот Этот Болт Который Держит Шкив Коленвала А Как Его Открутить Я Сейчас За Немножко Крутить И Он Начнет Проворачиваться Коленвал Можно Было Не Разбирая Еще И Двигателем Крутануть Ну Я Не Стал Так Делать Потому Что Это В Экстренных Случаях Когда Уже Невозможно Открутить Совсем Поэтому Покажу Как По-другому Делать Чтобы Зажать Коленвал И Он Не Крутился Вот Здесь Вот В В Дегателях Девяточных Десяточных Да И В Приоре По-моему Здесь Видите Зубчатый Венец Видно В Коробке Сюда Можно Заклинить Чем Либо Монтаж И Попробовать Открутить Сейчас Я Это Дело Попробую Вот Смотрите Как Я Решил Попробовать Открутить Воткнул В Зубчатый Венец Отвертку Туда Отвертку Я же Один У меня Некому Держать Можно Конечно Поддержать Если Вдвоем Эту Отвертку Я Выпили Вот Такую Деревяшку В Кузов И Отвертку Сначала Хотел Этот Вот Так Получилось Сейчас Попробую Крутить Головка На 17 Устанавливаю Ее На Болт И Начинаю Крутить Закручено Было Ну Надо Сказать Так Себе Вот Видите Отвертка Свою Сыграла Свою Роль Вот Теперь Я Ее Просто От руки Могу Этот Болт Так Взять И Отвернуть Ну Мне Его В принципе Пока Можно Не Отворачивать Потому Что Я Вначале Видео Говорил Что Для Того Чтобы Снять Ремень Кожух От Ремня Вот Этот Нужно Отвернуть Шкив Не Обязательно Отворачивать Давно Уже Десятки Не Разбрал Достаточно Отвернуть Один Болтик Сзади Второй И там Внизу Сзади Третий И все Ремень Будет Здесь Ключом На Десять Здесь Срываю Болтик Вверху Там Внизу Тоже Ключик На Десять Вот Видно Скорее Всего Вот Он Тут Был Вот Так Вот Так И Сбоку Здесь Посвечу С Торца Тоже Срываю Ну Здесь Торца Придется Наверное Накидным Так и Крутить Вот А здесь Можно Уже Трещоткой Еще бы Газовое Оборудование Не мешало Так Вообще Было бы Классно Примерно Выкрутил Сантиметр И Болт Пошел От руки Это Радует Это Сам Болт Пока Кладем Здесь Так И Теперь Ворачиваем Здесь Сразу Идет От руки Тоже Пошел От руки Снимаем Кожух Хотя Здесь И мешает Газовое Оборудование Кожух Вот Он Из себя Какой То есть Чтобы Кожух Снять И проверить Ремень На Будущее Нужно Было бы Подтянуть Течение Эксплуатации Сам Ремень Вроде Как Неплохой Но Все равно Нужен Записать Надо В запчасти Да Забыл Сказать Что Болты Когда Не болты А гайки Когда Отворачивал Коллектор Впускной Выпускной Я их Сложил Вот сюда Сейчас Мне их Надо На место Завернуть Вот так Шабочку Одел И завернул Перед тем Как снимать Шкив Коленвала Вон там Внизу Чтобы было Чтобы было Виднее Вон Внизу Шкив Коленвала А вот Этот Шкив Распредвала Вот Здесь Есть Меточка Вот она Метка Я думаю Видно И На крышке На Крышке Вернее К чему Прикручивается Крышка Или как Кожух Ремня ГРМ Вот На этой Железке Есть вот Такой Изгиб Вот он Так вот Чтобы Привести Двигатель В верхнее Поршня Поставить Первый цилиндр В верхнюю Мертвую точку Нам нужно Совместить Вот эту Метку И вот эту Что я сейчас И сделаю В принципе Можно не совмещать Потому что Здесь клапана Не встречаются Ничего страшного Но я Привык Опа Делать По правилам Все То есть Вот они Метки Совместились Сейчас я точно знаю Что первый цилиндр И четвертый цилиндр В верхней мертвой точке Вот Не знаю Какой из них Сейчас рабочий Первый или четвертый Но это не важно Важно то что В этом положении Клапана Если даже Они открытые Ну На тех двигателях На которых Они встречаются С поршнями Все будет нормально Поэтому Все я привел Теперь я отворачиваю Сам шкив Каленвала Он отворачивается легко От руки Я уже Пропал уже его отворачивать Головка на 17 Ключ Вот он Виде Легко от руки Крутится Вот В конце вообще Пошел Просто пальцами Откручиваю Без всяких Головок Без ничего Вот он Болт Здесь ржавенький Нормальный болт Еще Так Снимаем Сам шкив Обычно Они снимаются легко Редко Когда Опа Закисают Так и есть Вот он Этот шкив Вот это Отверстие Для того Чтобы не перепутать Его А почему Его нельзя перепутывать Потому что На самом шкиву Есть вот такие Зубцы И видите Здесь пропущено По моему Два Или три Зуба Вот Это для чего Это для датчика Коленвала Чтобы вот он Импульсы идут И раз Пропустил Все Откладываем его В сторонку Как обычно Все И продолжаем Дальше Вынимать Что мы делаем Сейчас А сейчас Мы снимаем Ремень Гравин Что неудобно Конечно Без камеры Я бы сделал Гораздо Все быстрее Но зато Не информативно Сейчас нам Нужно Открутить Вот эту Гайку Которая Держит Натяжной Ролик Кремня ГРМ На двигателе ВАЗ-2111 Двигатель Так называется ВАЗ-2111 Откручивать Будем Ключом На 17 Гайку Так Ну так Нормально Закручено было Не сказать Что супер Сильно Сильно Не сильно И не слабо Ремень Видимо Подрастянулся Поэтому Его надо было Просто натянуть Так Вот она Гаечка С шайбой Вынимаем Натяжной ролик Кстати Надо записать Пока не забыл Так Ролик Вот так вот Можно конечно На халюгу Снять Но лучше Этого не делать Поэтому я Ремешок Вот так Сдерживаю Средвала Сначала А теперь Вынимаю Ролик Вот он Ролик Сейчас посмотрим Что он из себя Представляет Этот ролик Ну вот Слышите Пора его Менять Если вот так вот Поставить Без замены Не знаю Намного ли его хватит То есть может Подклинить Ремень перетрет И ремень Порвется Под замену Ролик Ну раз ролик Под замену Я думаю Ремень Обычно Всегда Под замену Покажу Что я делаю Снизу Снизу Я Услабленный Ремень Просто Напросто Ремень Снят Можно отсюда Для наглядности Отсюда Вытащу Это можно было И наверх Вытащить Что можно сказать По ремню Ну ремень Более менее Нормальный Но судя по ролику То есть Кто его знает Вот здесь вот Вроде Какая-то трещина Износ есть Конечно Ну все Ремень Под замену После снятия Ремня Наблюдаем Следующую картину Грязи Вот этой пыли Вот эта пыль Это от износа ремня Может быть Старый еще ремень Ну то есть Уже ремень меняли На этом автомобиле Может быть От старого ремня Вот это не очищено Не знаю Ну короче говоря Для того Чтобы мне снять Вот эту головку Мне нужно В любом случае Снять Шкиф Распредвала Вот сюда Я что-то зажму И откручу Есть у меня ключ Такой специальный И снять Вот этот вот Металлический кожух Обязательно Потому что он Вкручивается И в головку И Вкручивается В блок цилиндров Поэтому я просто Не подниму Сейчас я этим Займусь Для того Чтобы снять Шкиф Коленвала Нам достаточно Иметь Вот такой ключ На 10 Здесь вот есть Вот там Если видно Есть болтик На него этот ключ Одеваем А этот Вороток Просто для того Чтобы поддерживать Сам шкиф Упрется В головку Вот в эту головку И когда я буду Откручивать Он будет служить Стопором Все нормально Пошло Видите От руки идет Тоже радует Ничего не надо Срывать Все Можно сказать Шкиф Сняли А тут Можно Поддеть Отверточкой Что-то Не очень Дойдет Ну Надо Слегка Постучать Молоточком Я не думаю Я не думаю Что он там Прикипел Потому что Надевается Он там Буквально 3-4 Миллиметра Он же Зашевелился Обманул 3-4 Миллиметра Далее Все Снял Там Шпонка По-другому Никак не оденешь Здесь тоже Грязи полно Сальник Видите Меняли Почему-то Любят подсальники У нас Мастера Некоторые Накладывают Герметика Для чего Непонятно Сальник должен Стоять Чутко Все Теперь нам Надо снять Сам Вот этот Кожух Которому Преворачивается Даже не кожух А так Ну короче Вот эту металлическую часть Здесь вот Один Так Где там Вот здесь вот Два Вот он Два Где помпа Под помпой Три Четыре И по-моему Все То есть Четыре болта Вот здесь Наверху Один Возле шкива Под шкивом Распредвала И три болта Вокруг Помпы То есть Водяного насоса Который гоняет Тасол Не водяного Даже А насоса Охлаждающей жидкости Откручиваются Эти болтики Ключом На 10 Для удобства Можно Маленькой трещоточкой Видите Туда не залезть Вот так вот Поэтому можно Сделать С надставошем Вот такую трещотку И нормально Все открутится Вот у меня С другого набора Есть вот такая Длинная головка На 10 Поэтому мне Проставош не нужен Или надставош Или проставош Не знаю Как правильно Так вот Вставляю И пошел Как всегда Болты все на место Болточки Варос предвала Закрутил Чтоб не потерялся Откручиваю Последнюю Последнюю гайку Которая держит Кожух металлический Ну и попробуем снимать Все Все четко Вот она слезла Сразу В этот кожух На место Закручу Вот этот болт Вот два уже Закрутил Один Два И третий Закручу Который держит Пластиковый кожух В стороночку Это все Конечно Протру Помою Открывается Открывается Вот такая Вот картина Видите Под помпой Герметик Не знаю Конечно Может быть и нужен Но не столько много Ну ладно Пойдет Грязь вот это Масло Верхний сальник Целый Практически Все равно Надо будет Менять Сейчас я Что буду делать Дальше Чтобы снять головку Я сейчас Откручу Вот этот Вентиляцию Картерных газов Патрубок И Вот этот Вот разветвитель В котором Стоит термостат Также Разветвитель Откручивается Одна гайка И там внизу Еще одна Скорее всего Да Все Вот под ним Смотрите Никакого герметика Видимо Еще не снимали Ну и все Потом буду снимать Крышку клапанов И головку Держит 10 болтов Один Два Три Четыре Пять И внутри Отворачиваем Срываем Сначала Ключом На 13 Верхнюю гайку Она легко пошла Смотрите Со шпилькой Со шпилькой пошла И Нижнюю Нижнюю Плохо видно Подцветим Вот она Что-то Как-то не очень Нижняя Одевается Ладно Сейчас Почистим Чистить буду Обыкновенным Ножичком Тут уже Все закисло Поэтому Головка Не одевается Прям наросты Сталактиты Мешает мне Вот этот провод От датчика Вроде как Датчик давления Должен быть Зелено-желтый провод В сторонку его Чтобы не мешал Мне чистить Эту гайку Гайку очистил Применил Даже Металлическую щетку Делал Такую Головку С маленького набора На 13 Начал откручивать Конечно Сейчас Возможно Отсюда Немножко Даже Тасола побежит Потому что Где-то В заковулочке Или еще Где-то Закрутил Гайку назад И думаю Надо побрызгать Смазывающим Чтобы Ничего не свернуть Чтобы потом Меньше работы было Откручиваю уже Рожковым ключом И Шестигранником С головкой И накидным Крутил Теперь уже Рожковым Потому что Потому что Мешается Неудобно Немножко Сейчас Наверное Уже рукой Пойдешь Ну конечно Сейчас Смотри Замечательно Накручиваем Теперь Верхнюю гайку Верхняя гайка Крутится Вместе Со шпилькой Сейчас И вот Верну И у меня Вот этот Тройничок Не тройничок А разветвитель Потому что Один Два Три Четыре Пять Шесть Шесть Патрубков Разных Входит В этот Разветвитель А вот здесь Еще и термостат Стоит Вот Попробуем Снять Оп Вот так Все легко Снялось Теперь Отодвигаем Вот так Вот так Вот подальше Все Чтобы нам Не мешало Сдерживать головку И осталось И осталось По большому счету Вот этот Патрубок Крышку Клапанов Вот так С предвалом Сейчас уже не помню Посмотрим Отворачиваем Патрубок Вентиляции Картерных газов Сначала Сначала Внизу Головкой На 8 Это штатный Хомут То есть Он тут и был Такой На 8 А вот здесь Вот наверху Вот он Тут уже на 7 Наводил То есть Кто-то поставил Куда разбирал